Час в час, минута в минуту, радио Болтком Учёные бьют тревогу Неизвестно, как дело повернётся, может ледниковый период начаться Если человечество не предпримет реальных действий В ближайшие годы нашу планету ждёт климатическая катастрофа Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку Как её избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн углекислого газа на душу населения Слушайте по пятницам на радио Болтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры Доброе утро, божаемые слушатели Действительно начинается программа Климат-контроль И с нами на прямой связи журналист, учёный, журналист, пишущий о науке Морской геолог Константин Рангс Доброе утро, здравствуйте, Константин Доброе утро И я напоминаю, что можно также звонить нам в эфир Звоните по телефону 67-212-93-9 67-213-93-9 Есть ещё один способ связи Вы можете, если вдруг вам неудобно и не хотите выходить в прямой эфир Просто написать комментарий, сообщение, вопрос на номер WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1 Это способы, при помощи которых мы можем с вами получать какую-то обратную связь Ну а сегодня действительно тема такая очень и очень актуальная Тема пожаров Учитывая и недавние события в центре Риги Ну вы знаете, действительно, это трагедия 8 человек погибло Ещё есть люди, которые будут нуждаться в лечении И само по себе для нашей, в общем-то, маленькой страны Это любая смерть, это трагедия Но труд, конечно, это выходит за рамки обычного несчастного случая Да, локального Надо сказать, что как раз вообще пожары на нашей планете Это очень серьёзный бич, можно сказать так Что пожары есть везде Вот, и эти пожары существуют во всех странах мира И вообще говорят так, что как только человек начал строить жилища Начались пожары Или когда начал осваивать Начал заниматься земледелием И это не считая природных пожаров Вот, это именно пожары, которые связаны с деятельностью человека Вообще надо заметить, что каждый год пожары уносят десятки тысяч жизней Даже сотни тысяч жизней по всему миру Их ущерб совершенно огромен Это десятки и могут быть сотни миллиардов долларов И надо сказать, что в истории человечества были совершенно потрясающие пожары Например, самым в этом смысле несчастным городом является Лондон Который регулярно горел Дай бог ему больше не гореть Но ведь были пожары совершенно тотальные Которые практически стирали город с лица земли Подобные пожары были в Москве Подобные пожары были в Чикаго Я уж не говорю про канонический пожар Рима Который стоил жизни Нерону Который якобы был самим Нероном инспирирован В общем, короче говоря, пожары очень часто встречаются от самых разных причин Условно говоря, знаменитый пожар в Чикаго в 19 веке Как говорится, начал из-за того, что корова ударила копытом по деревянному столбу На котором на гвозде висела керосиновая лампа Она упала на сено И вот город сгорел Но реально мы знаем массу случаев Например, при землетрясении Землетрясение токийское 23-го года Естественно, все тряслось, рушилось Очень активно тогда использовались открытые жаровни Все это вспыхнуло И надо сказать, что по всем расчетам Никакая бомбардировка бы не принесла бы такого ущерба Токио Как вот этот вот тотальный пожар Так что, в принципе, когда мы говорим о пожарах То к этому нужно относиться с максимальной-максимальной серьезностью То есть, можно сказать, что вроде бы мы ведь уходим от открытого огня У нас все больше люди разогревают еду При помощи микроволновок, электрических плит Еще каких-то приспособлений То есть, как будто бы запрещается курить То есть, человеческая цивилизация как будто пытается взять под контроль этот открытый огонь Но, тем не менее, получается, что все равно пожар остается таким большой опасностью Мы забываем одну очень важную вещь, которую нас пытаются вкачать с школьных лет О том, что энергия никуда не девается Она просто переходит из одной формы в другую Мы вроде бы ушли от открытого огня Но у нас по проводам течет ток Электрический ток – это тот же самый огонь, который горел в топках электростанций И который пришел просто в другую форму И если ему дать возможность, что происходит при замыкании Искра, вспышка – это электрическая дуга Очень высокая температура И начинается разгорание То есть, условно говоря, там, где есть электричество Там всегда существует опасность пожара Батареи Обыкновенно видим, сколько было разговоров о том, что загораются наши электронные гаджеты Вот сейчас появились автомобили Электромобили последние 10 лет Которые тоже, по сути, это огромные гаджеты на колесах В них очень мощные батареи И если пересчитать по количеству энергии То батарея среднего электромобиля – это все равно, что несколько килограммов взрывчаток То есть, она содержит в себе эту энергию И если ее разрушать, механически разрушать То эта энергия выделяется в виде стремительного пожара Вот недавно был случай с электромобилем известнейшей марки Который ударился в дерево Деформировалась батарея, начался пожар И люди, которые находились внутри, физически не успели выскочить из машины Вы можете себе представить, что это такое Кстати, в интернете очень легко найти вариант Это когда люди экспериментировали Брали батарейку от телефона Заряженную батарейку И пытались ее пробить ножом или гвоздем Она вспыхивала, причем очень сильно вспыхивала Можно себе представить, что произойдет, если разрушится батарея Которая находится под днищем электромобиля То есть, где вы начинаете С бензином та же самая история Это же тоже концентрированная энергия Только в химической уже форме И ее гораздо больше, кстати, чем в аккумуляторах Поэтому, что нужно отметить Что любое вещество, которое содержит в себе Которое мы используем как электроноситель Это потенциальный источник пожара И мы к этому должны относиться ответственно Именно поэтому говорят о проблемах с этими самыми С электропроводкой, с розетками Но мы же привыкаем действовать не так, как надо А так, как нам удобно Мы можем в одну розетку засунуть 10 приборов Мало думая о том, что какой ток идет через эту самую розетку Через эти контакты И что будет, если эти контакты начнут, так скажем, искрить И будет расти температура Вот это тоже важный момент Надо сказать, что о ситуации с пожарами Наверное, лучше всего описывает статистика самих пожарных Вот, например, существует такая ассоциация Это ассоциация пожарных и работников спасательных служб И они регулярно издают журнал статистиков В которой подробно описаны всевозможные детали Связанные с этими пожарами И вот что интересно Это доступно Это доступна статистика, да? За 2000, а? Это статистика, она доступна вообще Доступна в доступе, простите за тавтологию Да-да-да, это вот его BDF файл я нашел в интернете Это отчет файл статистик за 2020 год Очень интересно, что она выпускается, выходит Как бы одновременно на трех языках Английском, русском и немецком И вот, допустим, проблем читать там никаких вообще нет И вот что интересно Если, допустим, задуматься Как можно сравнивать число пожаров в той или иной стране Потому что страны бывают маленькие и большие Естественно, нужно разделить на какое-то количество жителей Вот, например, на тысячу жителей в неделю И вот, например, самое большое число пожаров И вообще аварийных выездов Это в Израиле 5,66 Это больше пяти выездов на тысячу человек в год А вот на пятом месте в списке Находится Латвия Пять с лишним Пять и тридесят То есть довольно близко к лидерам Во Франции четыре с половиной В Эстонии четыре В США четыре В Финляндии два В России потрясающе Меньше одного выезда на тысячу человек в год Но это говорит о чем? О том, что, может быть, в Израиле настолько оперативная служба Что она выезжает по малейшему сигналу По малейшему подозрению Вот мы переходим к другой таблице Среднее число выездов на тысячу человек Ведь пожар пожаром, его могут, условно говоря, сами ведрами затушить Или пожарные до вас не доедут Или вообще не поедут Так вот, среднее число выездов В США 103 выезда в год Во Франции 70 В Германии почти 50 В Эстонии 20 В Финляндии 16 В Латвии 10 То есть на душу усиления у нас выездов меньше, чем в США В 10 раз Тоже весь вопрос Американцы зовут по каждому поводу У них, что называется, пук травы загорелся Вот, и они уже зовут пожарную команду Или у нас, собственно говоря, не хотят никого вызывать Потому что вопрос в том, что это именно вызов Ну да, может быть, это даже вызов пожарных Там кошка не может слезть с дерева Вызывают пожарных Вот, это тоже нужно учитывать Дальше возникает вопрос А вообще, давайте от страны уйдем к городам Вот число пожаров на тысячу жителей по городам На первом месте три города Неаполь, Палермо и Турин То есть Италия горит, да? На втором месте Гонконг и Нью-Йорк Если первое место это 10 пожаров на тысячу жителей в год То в Гонконге и Нью-Йорке по пять То есть уже как бы сразу мы Двукратное падение А вот на одиннадцатом месте Сразу за Нью-Йорком Рига Четыре пожара на тысячу жителей в год Если брать соседей То, например, Хельсинки Полтора пожара Это тридцать пятое место А, например, в Санкт-Петербурге и Москве По пол пожара получается На тысячу жителей в год Или один пожар на две тысячи жителей Опять же, большое значение имеет фактор Масштабирование Насколько большое Если много людей То, естественно, возникает вопрос А какое количество пожарных у нас Имеется на население Или наоборот Можно считать Сколько людей на одного профессионального огнеборца Так вот, например, в Китае Хуже всего ситуация Там почти 11 тысяч жителей На одного профессионального пожарного В Израиле больше четырех тысяч На одного профессионального пожарного Во Франции больше полутора тысяч В Финляндии те же самые величины В США поближе, 890 А в Латвии 722 То есть, по идее, пожарных у нас как бы много Но тут, видите, в этой статистике не указано А как оснащены пожарные Вот и что вопрос Пожарный огнеборец может с топором И идти спасать людей В старом добром, уже не добром Комбинезоне А может, извините меня Имеет дистанционное управление Полностью изолирующий скафандр У него может быть Мощная поддержка бронзбойтами То есть, технически Совершенно другие условия И поэтому есть еще одна статистика Число погибших В пожарах в городах Вот мировые лидеры Это Афина И Афины в Греции И Рика Три практически погибших на тысячу жителей А дальше уже идут другие города Такие, как Нью-Йорк, Москва Совсем далеко Париж в шесть раз меньше Вот эти все данные Может любой человек Открыть Найти в интернете Смотреть И, в общем-то, задуматься над тем Что мы должны С одной стороны Думать о том Как оснастить наших пожарных Потому что они делают то, что могут Несомненно А второе Как сделать город Менее опасным В пожарном смысле У нас есть звонок между тем Здравствуйте, доброе утро Доброе утро Первое, что я хотела сказать Что у нас много вызовов Когда горит буквально То ли диван, то ли матрас То есть курят люди в постели Очень много Ну, дело еще не в этом А дело в том, что Попробуйте вы вот у нас в Калгури Приобраться к дому У нас же столько машин Я вот живу тут 10 лет А за это время Наверное, числа 4 5, 10, 15 раз Увеличилось количество машин И никто не хочет думать Даже отодвигать Когда вот скорая приезжает Еще что-то Никто не выйдет Чтобы освободить место То же самое с пожарными Спасибо Спасибо Ну, вот это наша слушательница Затронула очень важную тему Как раз я хотел и перейти к этому Потому что об этом тоже Очень много говорят О том, что современный город Перенасыщенный энергией Это город, который Пожароопасен Вот это нужно понимать Да И при этом Он не очень удобен Для того, чтобы тушить пожары Вот пример 10 лет тому назад Я поехал к своему приятелю В Хельсинки Заехал в гости Я поставил Это была зима И я поставил свою машину На площадке Где не было вроде бы никаких знаков Ну, которые бы запрещали Там парковаться Когда через несколько часов Я вышел И подошел к своей машине То за дворником Уже была квитанция Штраф Тогда был у меня 60 евро Я удивился За что, собственно Штраф И написал Как говорится Жалобу Вот Соответствующее управление Городская была Как бы территория О том, что За что меня штрафуют На этом мне было объяснено Что подо льдом Под снегом На асфальте Асфальт покрашен В красный цвет И это означает Что ни при каких обстоятельствах Кроме скорой помощи И пожарных На этом месте Не могут стоять Никакие машины Потрясающе Мне повезло Машину могли еще Эвакуировать Это влетело бы Тогда Пару-тройку сотен Евро Все это Оплаты штрафов Это эвакуация И прочее Понимаете Это очень важный момент Я пытался Сказать Что как я мог Это видеть Под слоем Льда и снега Ответ был следующий А вы не должны Были вынедить Вы должны Заранее Предполагать Что стоять Нельзя И парковаться Только там Где вы абсолютно Уверены Что парковаться Можно Потому что Случись авария Это был Единственный Выезд И подъезд Для того Чтобы пожарные Расчеты Могли бы встать Подключиться К гидрантам И начать Пожаротушение Ближтежащих домов Потрясающе Понимаете И это действует Когда я пытался Своим финским друзьям Самим таким Коренным Сказать о том Что что творится Откуда я могу Что видеть Подо льдом Мне было сказано Ну а ты подумаешь Что случилось бы Если бы пожар Начался бы у вас В доме И вы Со своими друзьями Не смогли бы Спастись Потому что Не мог бы подъехать Этот самый Пожарная машина И не хватило бы Длины рукавов Чтобы заливать Ваш пожар Ну пожар В вашем доме Что тебе было Трудно пройти Лишних 100 метров В 100 метрах Была свободная парковка Но был ветер Зима Не хотелось Идти лишних 100 метров Да там Или сколько 150 То есть Условно говоря Об этом кстати Пишут специалисты О том что В том числе И городским Властям Нужно Очень серьезно Думать о том Где люди Могут Парковать Свои Автомобили Свои Транспортные Средства Чтобы С одной стороны Это было И удобно Но с другой стороны Чтобы это Ни в коем случае Не загораживало Подъезда Ни скорой помощи А сейчас Это очень актуально Вот Ни пожарным машинам Это безоговорочно То есть Никаких Разговоров Быть не может И разговоров О том Что мне удобно Чтобы машина Стояла под окном Вот Они как бы Не должны приниматься Это международные Рекомендации Вот И в принципе Им надо Тоже думать И думать Прежде всего Городским властям Ну и Это все-таки Предполагает Высокий уровень Самосознательности Самих граждан Которые Ну Задумываются Именно Не только Что удобно Мне Но и Что должно быть Удобно Для других людей Ну вот Тут как раз Очень важный Момент Что это Должны задумываться Все Ведь по большому Счету Когда тот же Самый депутат Идет на выборы Городские Его выбирают Горожане И эти Горожане Должны С одной стороны Он как этот Кандидат Должен предлагать Разумные Мероприятия Но и в свою очередь Горожане Должны с него Требовать Чтобы эти Мероприятия В конечном счете Были выполнены И это не абстракция Должна быть Какая-то А совершенно Конкретное дело У нас У нас же Скорее будут Очень часто Не всегда Но очень часто Обращают Внимание На отношения Кандидата К праздникам Ко всяким Таким Знаете Сказал бы Гуманитарным Вещам А вот Вещи Которые Связаны Конкретно С Условиями И спасением Человеческой Жизни Они как бы За осознание Мы не хотим Думать о несчастьях Вот это Очень важный Момент Вот в нашей культуре Нет культуры Думать О возможной смерти О несчастье О том Что все мы слабы Вот реально Да По сравнению Со стихией Вот И от действия Одного человека Могут погибнуть Очень многие Вот это Как-то Все разнесено Да Это такое Нежелание Влезать В такие Неприятные вещи А ведь Специалисты Сколько Как часто Говорят Вы посмотрите Вот В доме Где я живу Провели Чистку Подвалов Обнаружили Массу Всевозможного Барахла Это что Только в нашем доме Да по всем домам Пройдите Ведь сколько Говорят о том Что нужно Очищать Подвалы Чердаки Проходы В том числе Даже на лестницах Стоят От старой мебели Она горит Как порох Мало того Она горит Выделяя Различные Токсические Вещества Большая часть Людей Ведь погибнет На пожарах Не от температуры Не от огня А люди Задыхаются И задыхаются Опять таки Не от того Что горит Дерево В чистом виде Вы посмотрите Вот Просто возьмите Наши квартиры И посмотрите Сколько у нас Пластика В том числе Пластика Содержащего Хлор Вот когда Повали Хлор Винил Да Вот Слово Хлор Там ключевое Когда он горит Выделяется Хлор Прошу прощения Это нормальная Газовая атака Как первую Мировую войну Вот И люди Погибнут Гораздо Раньше Чем Чем Как говорится До них доберется Огонь А может он до них Вообще не доберется Они просто Задохнутся От этих газов Выделяется Угарный газ Вот знаменитый Угаре ЦО Увеличивается Количество углекислоты Она вроде бы С одной стороны Не ядовитая Но когда Ее количество Достигает Несколько Процентов Да То человек Просто-напросто Тоже задыхается Ему не хватает Кислорода Больше углекислоты Меньше кислорода Чистая атмосфера И 21% А его во время пожара Количество уменьшается И человек Теряет способность Мыслить Известно Что в дыму Максимально Человек может Пройти Ну метров 8 Более-менее Понимая Куда он идет Дальше он Начинает пикаться Совершенно Безсистемно Нарастает Паника Я занимался Как минимум 8 лет Вопросами Связанными С последствиями Сейсмических Катастроф И Одна из Вот проблем Землетрясения Во время землетрясения Начинаются пожары Очень часто И вот мы С этим Разбирались Это Действительно Кошмарная вещь В наши дома Реально Готовы Пермотехнические Устройства В которых Только вот Дай Вспышку Дай искру И все Затарится Потому что Вся мебель Да Ведь вся мебель Все практически Вот химические На химических Веществах Наши все Приборы Которыми Нашпигована Каждая квартира То есть Это Проводка Огромное количество Токсических Веществ Ну Это И понятное Дело Что оказавшись В огне Тот же самый Смартфон Он взорвется И только Как говорится Подлить все равно Что керосинчику То есть И много таких вещей Им надо сказать Что Как раз Об этом Не задумываются И это Как бы Опять отводят В сторону Ну обойдется Ну что ж Мы люди Аккуратненькие Такие А вот так и хочется Сказать А часто ли вы Задумывались Нужно Вот в вашем доме В вашем жилище Сколько Лишнего барахла И Прошу прощения Случись пожар Куда Вы И как Побежите Из своей квартиры Что вообще Вы будете делать Я помню Как в одном Российском городе Женщина Рассказывала Что у нее Был пожар В доме И слава богу Чуть никого Не убила Когда загорелась Розетка Она ее Водой Стала Заливать Нет Ну Понимаете Испуг Это естественная Ситуация И мало Кто Так скажем Из неподготовленных Людей Может Правильно Среагировать Но самое Главное У нее Был вопрос А чем Тушить И вот Давайте Зададимся Вопросом У многих Наших Радиослушателей Дома Стоят Огнетушители Углекислотные Либо Порошковые Которыми Можно Тушить Электропроводку Вот так Вот Задаться Вопрос И сколько Срок В принципе Жизни Такого Огнетушителя Потому что Через Какое-то Время Он может Стоять Обманчиво Создавая Иллюзию Безопасности А в критической Ситуации Не сработает А чтобы Он так Не стоял Нужно Чтобы Была Отработанная Система Это ведь Государственная Задача Я бы сказал Вы видите Что Сколько он там стоит Допустим 20-30 евро Вы его купили Это столидная покупка Купили У вас написано До 1 мая 21 года Значит Сегодня Вы пошли В магазин Ну если Допустим Приносите Этот огнетушитель У вас Его забирают Этот огнетушитель Выдают Вам новый Вы доплачиваете Небольшую сумму Ну типа Как на перезарядку Да Ведь этот огнетушитель Который У вас забрали Его же не нужно Под пресс Вот Нужно его проверить Может быть Докачать И опять Другому человеку Отдать Если мы наладили Систему Вот этой воды В кулерах Менять Что невозможно Наладить Систему Замены Огнетушителей А вы представьте Себя Как было бы Меньше Каких трагедий Если бы В случае Допустим Какого-то пожара Человек бы Тот же Спокойно Рвал бы Со стены В прихожей Или на кухне Огнетушители И быстро Заливал бы Так скажем Объект Возгорания Это Понимаете Это же Когда сталкиваешься С людьми Которые потеряли Своих близких Детей Родных Да Вот И они Эти люди Рвут на себе Вот буквально Натурально Рвут на себе Волосы Вот Ах Ах Если бы Я знал Слушайте Это Это Не так Сложно И надо Сказать Что Вот Сколько Я смотрел Вот тоже И раньше И сейчас Вижу Пожарные Они просто Что называется Из себя Пытаются Объяснить Что Помогите Вот Для начала Помогите Сами Себе Но константин Вот есть Интересный Все-таки Человеческий Действительно Психологический Фактор Потому что У нас В студии Сидел Бывший Пожарный Который Признался Вот честно Он сказал Что Я никогда Не думал Что Ну вот Можно поддаться Панике Но однажды Вот Он уже Ушел со службы Он Я понимаю Начал заниматься Уже Более административной Работой Не конкретной Но у него В доме Ну в загородном Доме Вспыхнул пожар И он говорит Что когда я потом Анализировал Свои действия Я понял Насколько они были Беспорядочными Хаотичными То есть Меня хватило паника Страх за семью Там за жену За детей И Анализируя потом Что я делал Я понимал Что я делал Абсолютно все неправильно То есть Я хватался Хватал первые Попавшиеся Предметы Пытался затушить водой Там чуть ли не из тазика Из кружки То есть Ну вот Я просто сам понял Что чувствует Обычный рядовой человек Вот когда он Сталкивается с пожаром Ну вот в том-то и дело Дело все в том Что Да профессионал Даже с этим Как говорится Столкнулся Но Чтобы Не было Такой ситуации Нужно Как говорится Заранее Стелить соломку Нам просто Кажется Жалко Потратить деньги Например На огнетушитель Или на специальное Одеяло Ну вот допустим В той же самой Возьму В Финляндии Приходили к нам В квартиру Мы снимали С другом Там у нас Такая коммуналка Была И Три человека У нас тогда было И приходили В этот самый Проверяющий Да И Нальше начинали У всех ли есть Противопожарное Одеяло На стене Должно Висеть Да Вот Если Если Гнетушитель Вот Знаете ли вы Где у вас Автоматы Электрические Ну чтобы Сразу Вырубить Вот То есть Короче говоря Устроили нам Такую Проверку И опять таки Надо сказать Что соседи Фины В соседних Квартирах Они этому Совершенно Не удивлялись Мало того Они относились К этим Проверяющим Как К консультантам Что нам лучше Сделать Но другое дело Что проверяющие Не горели Желанием Тут же всех Оштрафовать Они Прежде всего Пришли Для того Чтобы Рассказать нам Что нам Можно сделать И что нужно Сделать Чтоб если По отчаянии Что-нибудь Началось Да Чтоб мы Тут же Могли бы Правильно Начиналось С того Прежде всего Спасти Самих Вот Наверное Мы действительно Сейчас переходим К самому Интересному Моменту Ведь Сколько Было Случаев Ну вот Хромая Лошадь Клуб Где После Этой Трагедии Ну выяснилось Что приходили Вроде бы Проверяли Но ведь Это Все Упирается В человеческий Фактор Командир Командир Нужно 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 Отметить Еще Одну Важную Вещь Вот По той же Самой Статистике В завершении Можно сказать Так Пожары В зданиях Составляют 37% Всех пожаров В мире Вот Загистрированы А пожары В лесах Только 2% Ну Можно сказать Что пожары В лесах Гораздо Больше Чем пожары В зданиях Но Как говорится Факт Очень интересный А вот пожары Травы Почти 20% И пожары Связанные С травой Автоматически Очень часто Переходят И приводят К пожарам В зданиях Вот И трава Горит Не сама По себе Ее люди Поджигают У нас Между тем Звонок Здравствуйте 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 А вот Я хотел Пройтись По страховкам Пожаров Недвижимость Есть Да Проходят От пожаров Квартиры Дома И машины А если Кто-то Поджег Специально Они будут Оплачиваться Просто интересно Ну Я думаю Что это Не совсем Наш Отвечать Страховщикам Да Но Насколько Я знаю Есть Страховки Каска В которых Указывается Страховка Компенсация За все Виды Вандализма Поджечь Чужую Машину Это Тоже Вандализм Прямо Так Ну да Но это Надо Специалистам Вы меня Подключили Знаете Сказать Я извиняюсь Второй раз Попробуйте Нашу частную Собственность Пройти Чтобы Что-нибудь Проверить Вот сейчас В этом Убедились На пожаре На улице Меркеля Моя квартира Хочу Пускаю Хочу Не пускаю Вот закон Тоже надо В этом смысле Меня Ну и Спасибо Ну это Это мы Уже Переходим К Глубочайшим Нюансам Юридическим Для начала Хотелось бы Заметить Что в той Же Финляндии В квартирах Квартира Не в собственности у людей. Вот это очень важный момент. Люди имеют паи вот в этих самых кондоминиумах. Но формально нужно учитывать, что они должны, когда приобретают вот эти паи и таким образом въезжают в квартиру, они подписывают бумаги. Очень часто люди, особенно наши, не смотрят, что они подписывают. А по сути дела это правило пользования жильем. Например, вот вы уходите из дома, а вас спрашивают о том, что когда вас не будет дома, чтобы пришел мастер проверить проводку. Потому что он придет со своим ключом в вашей квартире. Это совершенно другая вещь, это можно сказать, как другая планета. Мы пошли другим путем, мы стали копировать не скандинавскую модель 30 лет назад, а американскую. Но надо сказать, что в принципе, вот сегодня, например, в соседней стране, в России празднуется, ну как бы отмечается День работников пожарной службы. Вот. Вот у них 30 апреля, День пожарника, так можно сказать. Сегодня проводится масса мероприятий, как раз направленных на то, чтобы подтолкнуть людей, даже вот если они не думают о других, вот, как в случае с той же самой лошадью, да, вот, так, чтобы люди думали о себе. Потому что очень важно, чтобы человек, даже вот ребенок, начиная с детства, понимал, что в принципе, ничего не стоит, никакие вещи не стоят его жизни. Что ему не нужно ребенку бояться, что его заругают родители, если там начнется пожар, если он спасется, а там, допустим, что-то сгорит. Ведь были массы несчастных случаев, когда дети пытались сами что-то спасти, вот, потому что боялись, что их заругают родителей за вещи. Нужно учить, нужно просказывать людям, которые ходят в торговые центры, как можно защищаться. Я хочу сказать, что существует на самом деле огромная масса литературы, видео, и в тех же самых скандинавских странах стараются, чтобы это было популярно, интересно, в игровой форме, если это школы, детские сады. Но людей нужно просто учить, потому что проще всего сказать, что у нас население нехорошее, что у нас народ тупой, что мы все такие, ну, и махнуть рукой. Вот как было, так и будет. Ничего подобного. Опыты показывают, что если людьми заниматься, вот, если есть вот этот контакт власти городской и населения, то, в принципе, медленно, но медленно, но в конечном счете люди начинают относиться и к своей жизни, и к жизни окружающих более внимательно. Вот на этом бы хотелось бы, наверное, завершить более оптимистической ноте. Спасибо большое, Константин Рангс, журналист, пишущий о науке, и морской геолог сегодня с нами был на прямой связи. Спасибо всем, кто звонил, комментировал, спрашивал, и до встречи в следующую пятницу. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok